Молоть рыб теплолюбивых пород Калининская атомная станция приобретает в селекционных центрах и выпускает в озера ежегодно. Эта работа направлена на сохранение благополучного состояния экосистемы водоемов, поддержание биологического разнообразия, а также она помогает регулировать численность моллюскодресены. Калининская АЭС проводит зарыбление системы природных озер письво и удомля в соответствии с требованиями федерального закона о рыболовстве и сохранении численности водных биоресурсов. Для того, чтобы провести такое мероприятие, просто приобрести молоть рыб недостаточно. Во-первых, необходимо знать, какие виды лучше всего подойдут для конкретного водоема, как они будут влиять на экосистему. Во-вторых, зарыбление должно быть проведено с соблюдением ряда правил в присутствии представителей Федерального агентства по рыболовству. Проверяется заявленный объем выпускаемой рыбы, видовое соответствие, ветеринарное заключение о состоянии рыбы. По итогам мероприятия составляется соответствующий акт. В этом году в систему озер письво и удомля было выпущено 2 тонны 850 килограммов молоди рыб. В удомлю ее доставили в специальной автоцистерне из подмосковного Дмитрова. Сегодня произошло зарыбление сазаном с иголеткой 1600 килограмм и двухлеткой толстолобика 1250 килограмм. Данные виды рыб помогают нам производить борьбу с зарастанием водохранилища, а также бороться с моллюском дресене. Ежегодно на мероприятии присутствуют представители Верхневовского территориального управления Росрыболовства. Сегодня они также у нас были и никаких замечаний с их стороны к нам нет. Окультуренная форма сазана, карп, в благоприятных условиях водоемов-охладителей быстро набирает вес. Поедая многочисленных двустворчатых моллюсков, сазаны помогают защитить водозаборное оборудование АЭС от засорения. Белые и пестрые толстолобики, несмотря на внушительный размер взрослых особей, питаются микроскопическими водорослями и очищают воду. Тем самым эти природные мелиораторы помогают сохранить благоприятные условия обитания для других видов. При проведении зарыбления важно правильно выбрать место, где молоть рыб будет выпущен на водоем. После транспортировки на автомобиле ей необходимо время на адаптацию к новым условиям. Достаточная глубина, наличие кормовой базы и минимизация рыболовного прессинга позволяют сделать мероприятия по зарыблению водоема максимально эффективным. Это важно для благополучия озер, для Калининской АЭС и, конечно же, для многочисленных рыболов-любителей. Последним необходимо помнить, что законодательно ограничен минимальный размер вылавливаемой рыбы, в том числе сазана. В Тверской области для этого быстро растущего представителя семейства Карповых он составляет 40 сантиметров. За поимку молоди сазана меньшего размера в соответствии с законодательством рыболова ждет административное наказание в виде штрафа. Пойманного случайно маленького сазана необходимо аккуратно отпустить в водоем. Лов любой рыбы браконьерскими снастями запрещен. Все рыбаки, давайте честно ловить рыбу. Пускай она растет и ловите ее на удочке. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации общественных связей Калининской АЭС.